Добрый день! С вами Елена. Рада приветствовать вас на своем канале. С сегодняшнего моего видео вы узнаете, пьют ли сербы чай, если пьют, то какой и при каких обстоятельствах. Ну, хочу вам сказать такую информацию, что Сербия на 99% это кофейная страна. Кофе пьют издеи всегда. Но сегодня речь идет не о том. Мы говорить будем о чае. Вы, я думаю, не раз слышали в моих роликах, что я говорила, что сербы пьют чай только тогда, когда они больны. Это действительно так. У них есть такое мнение, что чай им помогает. А в сербском понимании чай это любой травяной сбор, теплый, который они готовят, это для них является чай. Вот. Но есть у них один шумодийский чай, который они пьют очень с удовольствием. Найти черный чай в Сербии очень тяжело. Если вы его найдете, то он будет непонятно какого качества. Продают чаи в магазинах, а также в аптеках и в магазинах здоровой питания, здоровой еда. Я скину информацию на этот магазин, в инфобокс можете посмотреть. В основном же это чаи, они ароматизированные и пакетированные. Это ягодные и фруктовые чаи. Очень сложно найти как бы чай в рассыпную, на развес. Ну, в специальных аптеках, если постараться, может быть в большом городе, может быть в Белграде, и найдете. Вот. Ну, собственно, пьют сербы чай очень мало. Бывают такие сербы, очень редко можно увидеть сербов, которые пьют чай. У меня есть одна знакомая, сербка Лепа, она пьет чай с удовольствием. Для меня было то удивительно, я это сказала. Она сказала, я очень люблю чай, особенно черный. Ну, это вот не все так. Муж у меня категорически не пьет, только когда болеет. И сейчас я вам расскажу и покажу, какие чаи есть в любом доме в сербах. Если вы придете к сербу домой, и вам, конечно, предложат кофе. Но если вы скажете, я не пью кофе, то вам предложат чай. И это вот 100% в каждом сербском доме у любой хозяйки есть три вида чая. Первый чай, это будет камилица, то есть ромашка, обязательно будет у сербской хозяйки. Следующий вид чая, это нано, то есть мята. И третий чай, это будет красный чай, это может быть брусника или гибискус. Вот такие три вида чая у них есть. И каждый вид чая, они знают, как и от чего пить. Например, бруснику, брусницу или гибискус, они, знаете, когда пьют? Когда простуда, высокая температура, когда болят кости, повышенная, значит, температура тела, что-то, ну, ломит кости, скажем так. Вот тогда они пьют чай из брусники или гибискус. Но не дают они этот чай детям. Следующий чай, нано, он тоже у них, он такой является профилактическим, когда у них, значит, переутомились они, когда они устали, когда болит голова. Также чай пьют при кишечных расстройствах, пьют, когда болит живот. И дают небольшими порциями этот чай, они дают детям. Следующий чай, это чай камилица. Ну, как правило, камилица, у них, в общем-то, как бы универсальный чай. Ромашка универсальный чай пьют они, когда болит живот, когда проблемы с желудком, газы, мучает изжога, когда у женщины критические дни. В общем, вот такой чай они пьют, они его заваривают, держат 10 минут, накрытой крышкой пьют. И также чай они дают детям, даже дают младенцам этот чай, если их мучают какие-то боли в желудке. Вот такие вот чудные сербы. Ну, я уже сто раз говорила, но то на Сербии, чтобы удивлять, и такие же жители. Если вы идете куда-то в кафе и тоже не пьете кофе, захотите в кафе попить чай, чай, то там тоже будут вам предлагать на выбор не такое же большое разнообразие. Это опять будет чай с ромашкой, чай с мятой, зеленый чай, опять же гибискус или же брусница. Чай в основном в кафе подают с сахаром, иногда подают лимон на блюдечке и подают мед в пакетике. И цена, в принципе, не такая уж дорогая, но такая же примерно, как и обычный кофе. А кофе где-то стоит в пределах 170-200 динаров. Вот так вот выглядит обычный чай, который находится в арсенале у любой сербской хозяйки. Так выглядят чашки чай из брусники. Такая красненькая субстанция, они его охлаждают, когда пьют этот чай. Получается, как, знаете, такой травяной настой или как компот. Это чай из ромашки, а это чай из мяты. Видите, он немножко уже по цвету, уже немножко темноватый, чем от ромашки. Вот такие чаи есть в арсенале любой сербской хозяйки, в любом сербском доме. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо, что смотрите мой канал. Приятно вам чаепитие. С вами была Елена. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok